Вячеслав Юрьевич Початов Ну, во-первых, еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Большие слова благодарности каналу Катунь-24 за предоставленную возможность выступить и за то, что приглашают представителей различных политических партий, которые могли со своим мнением выступить. Значит, ну, в двух словах, так, мы временем ограничены. Ну, прекрасно знаете, что Бискоградское отделение КПРФ, оно не может существовать само по себе. Оно существует как в рамках общеполитической партии, коммунической партии Российской Федерации, это и федеральный уровень, и региональный уровень. И главные задачи, которые стоят перед ней, это продвижение программных требований КПРФ, которые у нас в соответствии с решениями наших высостоящих органов, региональных, федеральных. Ну, в соответствии с этим вытекающие наши задачи и те действия, которые выполняет Бискоградское отделение КПРФ. Основные моменты, это первое, участие, конечно, во всех выборах власти, городских, региональных, федеральных. Остановлюсь, что в прошлых выборах у нас прошло два депутата от города Биска в Алтайское краевое законодательное собрание. У нас сформировалась большая фракция в 2017 году в Биску, в городскую думу. Представляли ее восемь депутатов, и это достаточно серьезная фракция. Следующий момент, который, конечно, для нас очень важен, это участие и организация публичных мероприятий в рамках действующего законодательства, для того, чтобы мы могли пригласить людей, высказаться по основным социально-экономическим вопросам, которые волнуют, в первую очередь, жителей Бичан. Следующее, это, конечно, немаловажное для нас, это работа с общественными организациями города. Их в городе очень много, и достаточно большое количество возглавляют коммунисты. Это и Дети войны, и ВСЖ «Надежда России», и Союз офицеров «Запасы в отставке». То есть мы немалую роль этим выделяем. Также активно ведем работу с молодежными организациями, с патриотическим воспитанием. Это и участие работы в колледжах, и в институтах, и на различных площадках молодежных, где только можно привлечь. Следующий момент, это, конечно, жить жизнью города. Это участие в городских мероприятиях, активно принимаем участие в тех или иных мероприятиях, которые приходят. Это и мероприятия памяти, это и мероприятия такие, и мы организуем, какие можем мероприятия. Каким-то образом ваша партия может повлиять на решение Бийской городской думы? Потому что я знаю, что у вас, вы сказали о протестных акциях, были проблемы в городском хозяйстве. Мы знаем, что было недовольство горожан по разным причинам. Но последняя история – это мусорная реформа, нашумевшая. А удается вам как-то повлиять на это, может быть, мобилизовать силы, и чтобы конструктивно, в конструктивном диалоге решать эти проблемы? Конечно, однозначно. Это, как говорится, сказать в этом вопросе. Значит, мы через наших депутатов, и вот вы затронули тему мусорной реформы, она, конечно, весь бис сколыхнула. Последнее событие, которое было, это когда было объявлено чрезвычайное положение ситуации во время, так сказать, совпало с приездом нашего председателя правительства Дмитрия Медведева, когда было объявлено положение не по каким-то там наводнениям, а именно по мусорной реформе. Прогремели на всю страну. До этого мы проводили ряд мероприятий, это уже, как говорится, с начала года еще. Это и круглые столы, и различные депутатские заседания, и так далее, и так далее. Но на данном этапе, до этого, никак не удалось, конечно, договориться представителям вот этих администраций, там, региональному оператору и различных других структур именно в этом вопросе. А в первую очередь пострадали от этого горожане. Мы проводили публичные мероприятия, посвященные, ну, например, отражающие тему социально-экономической, именно по, где и куда приглашали горожан. Вот. Мы проводили, круглые столы организовывали. Наши депутаты городской думы не раз выступали на заседании думы по этому вопросу и писали обращения губернатору и в различные инстанции по данному вопросу. Мы встречались с главой города, он не так давно, по вопросу вообще, у нас есть такая, как бы, в рамках взаимодействия с политическими партиями, глава города встречается с представительными партиями, вот так, не так давно мы встречались с главой города Петрович Студеникиным, и, соответственно, проводили и задавали ему ряд этих вопросов. Ну, я думаю, что сейчас эта тема, она еще не раз всплывет, потому что сейчас, несмотря на то, что вроде как бы отменили положение, в положение, да, вроде снегом все присыпало, вроде и убрали основные все мусорки, так говорится, в городе, это очень радует, что нашли возможности и силы. Ну, я думаю, это будет это. И, конечно, мне вот как бенчанину, например, и вот как депутату, и как бенчанину, обидно, обидно, что такой большой город, Наукоград с такой традицией, с такими возможностями и прочее, прочее гремит на федеральных каналах почему-то не с хорошей стороны, а то у нас чрезвычайное положение, то город завален мусором. Сейчас последнее это, что штурмовали и ОМОН, там, представители силовых структур приходили на заседание, на планерку городской заседании, да, история, которая сполоснула, да, арест ряда чиновников. Поэтому мне как бенчанину, конечно, обидно. Мне обидно то, что, хотя городу есть чем гордиться, есть у нас сейчас и строятся бульвары в городе новые, знаете, это тоже везде. Очень красивый город, да, кубеческий. Красивый город, кубеческий. Есть куда идти, двигаться. Но почему-то мы прославляемся именно с этой стороны. Фракция КПРФ в краевом парламенте будет какие-то предложения свои вносить по бюджету? И, может быть, по каким-то еще вопросам на ближайшие сессии КЗС? Конечно, конечно. Мы не можем в стороне остаться. И всегда наша фракция была в этом вопросе, занимала жесткие, серьезные позиции. В дополнение скажу, что в первом чтении нашей фракции, фракции коммунисты проголосовали против. В первом чтении против бюджета нас поддержала и фракция ЛДПР, кстати, по этому вопросу. И ко второму чтению, соответственно, мы подготовим ряд поправок. Ряд поправок готовим, которые будут в первую очередь затрагивать такую категорию, как дети. Это касается питания, потому что эта тема тоже у всех на устах, она поднялась. И, как говорится, сейчас гремит, и на федеральном уровне сейчас закон принимается, рассматривается этот вопрос. Также эта тема была бурным обсуждением на первом чтении по детскому питанию, где выступал активно наш руководитель фракции Прусакова Мария Николаевна по этому вопросу. Ну и, соответственно, мы готовим ряд поправок. И это касается еще также и поправок для детей войны. Больная тема. Закон-то есть, а денег-то нет. Каждый раз эта тема выносится, и в бюджете в этом, к сожалению, опять не заложено расход на эту статью, потому что закон пока не принят на федеральном уровне. Но мы будем носить поправки хотя бы об единовременных выплатах этой категории. Вот как она проходила только всем. Они, как в прошлый раз, было там избрано, давали кому-то, давали кому-то, не давали. Была волна недовольства среди этой категории детей войны. Ну и, конечно, в год 70-летия Великой Победы также будут внесены поправки. Предложение нашей по поддержке такой категории, как ветераны Великой Отечественной войны, в плане обеспечения их жильем. В двух словах тоже напомните, чем закончилась эта история с горячим питанием. То есть, кому все-таки сейчас полагается из детей у нас в крае, принят этот закон, детям-инвалидам, по-моему, в школах, не всем детям. Да, детям-инвалидам. А малобеспечным? Ну и малобеспечным, я говорю, эта тема сейчас широко муссируется. Но пока решения нет. Да, и много будет зависеть от… Нет, на региональном уровне там какая-то часть заложена, что заложена часть из расчета 4, по-моему, 35 рубля на человека, мы просим больше. Соответственно, 7… 4 рубля – это же смешно, даже булочку не купить. 7 с чем-то. Поэтому, я говорю, эта тема широко обсуждалась. И сейчас эта тема будет возложена на муниципалитеты. То, что это их будет обязанность, одна из их обязанностей, конечно, обеспечивать детей питанием этой категории горячим питанием. Ну и тоже надо тему детей-сирот, жилья для детей-сирот тоже надо постоянно решать, потому что очередь все больше и больше становится. И как бы там ни было, это тоже проблема ведь, да? Да. Эта тема постоянно возникает всегда на социальном внимании и на социальном комитете, и на всех думах. Я лично участвовал тоже, приезжал в социальный комитет в город Биск, где были… У вас она еще меньше дает квартир, да? Нет, ну дадут, кстати, город Биск один из лучших по этому положению. Мы вместе с социальным комитетом посещали там, где дети живут в общежитии, хорошие условия, ну и ряд программ обозначен, которые будут пытаться и содействовать для того, чтобы эту проблему решать. Ну хорошо. Удачи вам. Главное, конструктивной работы, да, со всеми фракциями. Здоровья, до новых встреч. Спасибо большое вам тоже. Я напоминаю, что у нас в гостях был депутат АКЗС, первый секретарь Бийского горкома КПРФ Вячеслав Юрьевич Початов. Спасибо за внимание, до встречи.